Макроэкономические новости Обзор календарей экономических событий, Банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров И вначале о главных экономических новостях В 14.45 по московскому времени будет объявлено решение Европейского Центрального Банка по основной процентной ставке и ставке на депозит, а также сопроводительное заявление к решению Изменения здесь не ожидаются, норматив процентной ставки будет сохранен на прежнем уровне – 0,05% Сегодня же мы ожидаем пресс-конференцию президента Европейского Центрального Банка Марио Драги Как всегда, существенное внимание рынка вызовут еженедельные данные из США по количеству первичных обращений за пособиями по безработице Значительный интерес инвесторов привлечет также и публикация данных по объему розничной торговли за август в Канаде Среди других экономических новостей Еврозона опубликует Октябрьский индекс потребительской уверенности А в статистике из США выйдут августовский индекс цен на жилье, сентябрьский объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости а также индексы запаздывающих, совпадающих и опережающих экономических индикаторов и индексы экономической и производственной активности от ФРС Чикаго и Канзаса Торги на европейском континенте активизировали настроение на продаже единой валюты В данный момент курс проверяет на прочность уровень поддержки на локальном минимуме 1.13 В том случае, если поддержка не устоит под натиском продавцов, мы увидим снижение к отметке 1.12.30 Спровоцировать старт такого падения может пресс-конференция Европейского центрального банка в 15.00 по московскому времени на которой будут заявлены планы по монетарной политике Европейского союза на ближайший период С другой стороны, текущую цену 1.13 участники рынка могут расценить как достаточно выгодную для покупки евро в случае нейтрального либо позитивного тона пресс-конференции Курс британского фунта по отношению к доллару США резко отреагировал на позитивные данные о розничных продажах в Великобритании в очередной раз безуспешно протестировав уровень сопротивления 1.55 Эту точку большинство инвесторов, как и в несколько предыдущих разов, посчитали однозначно выгодной для открытия сделок на продажу валютной пары фунт-доллар что и спровоцировало коррекцию до уровня 1.54.60 с целью на нижней границе локального бокового тренда 1.54 Отсутствие публикаций фундаментальных данных, которые могут повлиять на курс золота, дает нам хорошую возможность войти в рынок, используя технический анализ Текущее значение 1167 долларов является сильным уровнем поддержки Дополнением к этому служит сформировавшаяся дивергенция на индикаторе MACD, направленная вверх Эти два фактора суммарно позволяют нам с высокой долей вероятности предполагать рост к уровню открытия торговой сессии 21 октября 1177 долларов за тройскую унцию Как мы и предполагали, утренний рост цены на серебро не привел к перелому нисходящего тренда и не сумев закрепиться выше сопротивления 15.80 долларов, котировки вновь пошли вниз Однако в нашем дальнейшем прогнозе на сегодня ожидаем активизацию покупателей драгоценных металлов и, как следствие, рост цены до сегодняшнего максимума 15.81 долларов, а при пробое и закреплении котировок выше данного уровня рост до уровня 15.83-15.95 долларов за унцию Информационный видеоканал Максим Маркетс теперь в прямом эфире на YouTube Подпишись и будь в курсе